Здравствуйте, друзья! С вами Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко И сегодня у нас будет шикарная отправка И такому человеку, который просто сейчас вас, как зрителей, тоже немножко поразит Смотрите, перед нами находится килограмм червей-старатель И абсолютно чистых Наша абсолютная элита, без гриндаля, без букашек, без старикашек, без ничего Килограмм калифорнийских червей Вот если видно, тут мы подписали килограмм калифорнийских червей Четыре стартовых субстрата И четыре биогумуса вермикомпоста Ткаченко Смотрите, кто покупатель Это Ольга Коваленко У нее есть канал на ютубе Мой домик в деревне с Ольгой Коваленко На данный момент у нее 140 тысяч подписчиков То есть, общаясь с ней, она просто позвонила на общих основаниях Никаких разговоров о сотрудничестве или еще чего-то просто не было Она просто обратилась, вот так и так хочу разводить червяков После того, как я увидела То есть, посмотрела много роликов про червей Мне очень нравилось, как вы подаете, как другие подают Но после того, как увидела ролик от Т-236 Наш, где мы показали, что если работать не гигиенично То можно расплодить большое количество гриндаля Говорит, я четко решила, буду брать у вас Какие у нее интересные планы Калифорнийских Покажи сюда Калифорнийских червяков заселится в вермикомпостер Если не ошибаюсь, в Ворум Кафе Но это мы уже посмотрим На ее канале она собирается это все снимать Килограмм червей, старатель Также интересная тема Так как она блогер Снимает влоги То есть, ей уже, ну, чувствуется такой задор Она не хочет снимать Она захотела запустить старателей в компост В компост на улице Но чтобы это уже было не просто там Какие-то там из каких-то старых досочек Сбитая какая-то непонятная форма конструкция То есть, она купила, с ее слов Пластиковый компостер Большой, на 900 литров, с крышкой И это будет интересная тема Потому что именно в компостере Мы уже давно вынашивали эту идею Но как раз мы на ней это и посмотрим То есть, когда эстетически красивая конструкция Стоит у вас на участке И там не просто производится компост А еще и червяки ускоряют все эти процессы И посмотрим, как и перезимуют в этом компосте Ну, будет интересно Стартовый субстрат Стартовый субстрат это то, что мы снимем на своих компостерах В ближайшее время Для чего я ей это даю? Она собирается заселить вермикомпостер И я ей сказал так Смотрите, у тебя есть первый лоток на слив Например, на слив Ставишь следующий лоток И туда не бросаешь червей А высыпаешь только стартовые субстраты Полный лоток И только когда ставишь следующий лоток Сюда высыпаешь червей и пищевые отходы С чем это связано? Мы это покажем на своих компостерах Но она нас опередила И поэтому она снимет это первое Это связано с тем, что если вы бросите много пищевых отходов А такое было уже неоднократно Когда люди брали у нас вермикомпостер Брали червей И бросали за раз полный лоток Либо два полных лотка И оно могло разогреться Ну, как любая органическая масса И червям надо куда-то убежать Поэтому она первый лоток Я ей посоветовал И как бы она сделает Заполнить субстратом, который ни при каких условиях не загорится И если даже загорится то, что она положила пищевые отходы Череп спокойно через отверстие уйдет Стартовый субстрат И для того, чтобы она уже могла использовать биогумус еще до того, как она получит свой Со временем, конечно, она же получит свой Но пока она еще свой не получила Мы посылаем также для пробы наш биогумус Ткаченко И тоже 20 литров Для того, чтобы это все у нее красивенько получилось Возможно, на растениях уже проверят Самое знаменательное в этом то, что Вот может быть вы даже не понимаете Но вы сейчас обратите на это внимание На ютубе есть очень много блогеров Которые снимают про растениеводство У них много подписчиков По 300, по 600 тысяч подписчиков Я нашел вчера блог Блогеров, полтора миллиона подписчиков И большинство из этих подписчиков Вынуждены В силу ограниченности тем Вынуждены снимать Про химию, про минеральное удобрение Про какие-то гербициды И чаще всего они бесплатно Да, да Чаще всего они бесплатно Я слышал одного из блогеров Тоже с подписчиками Там около 600 тысяч Которая сказала Нам, производители, платят За то, что мы красиво Это все дело преподнесем В том числе В том числе я видел Ролики про биогумус Ткаченко Да, в котором она как раз и сказала Что нам платят Но это не мы Ну, соответственно Да, то есть Есть Ткаченко Такая творческая Червячная фамилия Есть и Петкаченко в Самаре Который биогумус производит И грунты Есть и Петкаченко в Николаеве Который тоже там с червями связан Ну, еще раз вам повторюсь Как она сказала У меня убежал куда-то ее канал Как она сказала Что Это Ольга Коваленко Что она живет около 30 лет На этом участке в доме Она ценит и любит Каждое растение Все то, что находится На территории этого двора И самое приятное в том Что Что она Почему я вам сказал Про химию блогеров Что она обратила внимание На экологически чистое направление Когда можно создавать красоту Через вермикомпост Не брать какие-то там Барыши У производителей ядохимикатов Удобрений И И псевдожидких биогумусов Как будто это Органическое Никакого органического Органического происхождения Насколько оно безопасно Это уже другая история То есть Интересно будет наблюдать Со стороны Вот у нас У череводов блогеров Ни у кого много нет подписчиков Ну ни у кого нет У нас На момент снятия этого блога У нас подписчиков 19 тысяч 50 Вот так Наверное 19 тысяч Она начала снимать В 16-м году Если не ошибаюсь С ее слов И уже 140 тысяч подписчиков То есть Здесь такая своеобразная коллаборация То есть Мы договорились Она что-то снимет Мы Скачаем этот ролик У нас Поместим Ну и в данной ситуации Я вас приглашаю На канал Мой домик В деревне С Ольгой Коваленко Так и забейте И Посмотрите Если вам будут интересны Эти темы Которые она приподнимает Ну Почему бы и нет У меня не было возможности Посмотреть Мы буквально один Посмотрели Ну А ваш У вас уже будет Такая возможность Ну Посмотрим Если все получится То она также заснимет Заснимет для вас Этот видеоролик С получением А вы побольше Пишите комментариев И заходите Колье Коваленко С вами был Андрей Ткаченко Оператор Александр Ткаченко Здоровья, счастья Наша судьба До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok